всем здравствуйте здравствуйте мои уважаемые подписчики и гости моего канала сегодня хочу показать часть своих канареек сейчас наверное не часть почти все уже на гнездовании, кто не на гнездовании у них уже есть один два оттенчика это в данный момент естественно самочка самцы у канареек на гнезде практически не сидят но у меня есть одна пара если самочка идет покушать самец он настолько как сказать неспокойный он бежит к гнезду и даже видела его он сидел в гнезде вот в данный момент у нас самец белый самочка оранжевая задержусь еще у этой пары вот здесь самец тоже уже переживает свою девочку уже хочет ее защищать задержусь еще по поводу окраса этой самочки она у меня уже полгода я ее купила осенью и продавец убеждал меня что это оранжевый окрас натуральный ну вот сейчас вижу ее в гнезде я еще может быть неделю назад думала что действительно натуральный потому что другая самочка уже из нее краска выходит уже видно она стала блеклой так как я не кормлю своих канареек крашеным искусственно крашеным кормом я знаю что это вредит печени вот ну и по этой самочке я сейчас уже вижу что все-таки она крашеная у нее видно что кончик крылышка уже желтеет в природе есть оранжевый цвет канареек но не настолько яркие они оранжевые перейду к другой клетки потому что здесь уже самочка беспокоятся здесь у меня следующая пара в клетке темно но уверяю вас там красиво я сделала задний план клетки обклеила такими обоями под зелень под лес но так как освещение подсветка мешала мне пришлось отключить самочка постоянно строила гнездо потом разбирала снова строила и снова его раскидывала и с тех пор как я отключила подсветку она построила гнездо и уже ведет себя спокойно и у нее уже одно яичко есть в гнезде вот это была наша вторая парочка здесь третья пара и они уже счастливые родители оранжевый самец и желтая изобеловая самочка это птенец от моих у меня белый изобеловый самец был и желтая самочка вот это их потомство сейчас у меня уже на разведение и им посчастливилось уже вывести одного птенца один птенец из 4 яиц немного но это чудо что он вообще есть этот птенец потом расскажу почему пока перейдем ко второй парик третий да здесь у меня чисто белая пара самец сидит на жердочке самочка в гнездышке я надеюсь в этот раз все будет хорошо она тоже второй раз уже высиживает яички первый раз все яйца были не оплодотворенные так же как и у множества других пар у меня вместе в общем числе 8 пар и практически у половины пар было два гнездования все было бесплодным вторая пара вот самочка которая уже говорила она становится блюхлой потому что не получает окрашенного корму самец желто-оранжевый и гнездочки у них три птенчика они не торопились гнездовать со всеми птицами это было их первое гнездование и вот им удалось у них не было бесплодного бесплодных яиц не оплодотворенных вот у них тут три птенчика думала будут белыми но там что-то желтые перышки просматриваются и сверху еще одна пара самец слегка оранжевый природный окрас не крашеные те что желто-оранжевые слегка такие это природный окрас окрашенных у меня всего было две оранжевых самочки и здесь самочка у меня сидит на гнезде ее как-то вот видно видно ну вот так же и у них было бесплодное как сказать гнездование причина была в том что когда я купила новую партию канареек вот сколько пар у меня были мои шикарные белые канарейки вот эта пара что я до этого показала которые сидят на гнезде белые одну пару я продала так как эти две пары были между собой две пары родственные я решила много родственников не держать вот и продала одну пару белых птиц и как я сказала я закупила новую партию и я боялась завести с новыми канарейками трахейного клеща поэтому я прокапала всех канареек препаратом ивомек по-русски наверное что-то типа имовицин ну вот с началом названия его ивомицин по моему я читала я много читала какие русские препараты сейчас уже я просто забывала я думаю так же самое ивомек вот слышно пищат три птенчика их там наверное мама пришла кормить вот и опытные опытные птицеводы наверное уже знают что этот препарат ивомек он делает птицу кто-то говорит что на три месяца на три месяца это минимум на шесть месяцев он делает птицу бесплодной вот препарат хороший если он действительно нужен если это слишком необходимо если птица больна прокапывать птицу ивомеком только ради того чтобы как сказать с профилактическими целями чтобы избавиться там от паразитов которые ты не знаешь есть они или нет лучше не стоит потому что я уже в других своих видео рассказывала как защищать птицу от кишечных паразитов с профилактическими целями и также сама не только профилактическими уже когда у птицы действия клещ пуха пероед и как еще просто ищет птичий клещ есть красный клещ если купаю купалку буду добавлять яблочный уксус я тоже уже говорила это на литр воды я делаю столовую ложку пяти процентного яблочного уксуса это очень хорошо освобождает птицу от клеща если он у них уже есть вперед и так же самое я еще пробрызгиваю стенки боксов или вольера палочки где они сидят я пробрызгиваю экстратом хризантемы это очень хорошо как в профилактических целях и также помогает когда уже завелся клещ просто тогда ну я пробрызгиваю даже пару раз в неделю а так как этот экстракт хризантемы он долго действующие на флаконе написано что он действует в течение шести недель но в летний период в период когда есть опасность завестись клещу в вольере я пробрызгиваю где-то раз в две недели но если погода очень жаркая и дождливая сырая это самая любимая атмосфера для разведения клеща тогда я пробрызгиваю раз в неделю в основном раз в неделю если у меня есть подозрение что возможно может быть где-то клещ уже тогда почаще пробрызгиваю гнездышки мытые чисто